Российские военнослужащие продолжают героически отстаивать интересы государства в зоне СВО. К сожалению, не все из них возвращаются домой. Исполняя свой воинский долг, наш земляк Мухаммед Мурзаев, родом из Беслинея, показал пример мужества и самоотверженности, проявив себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным воинской присяге, за что и представлен к правительственной награде Орден Мужества Посмертно. Фатима Даурова, герои настоящего времени. Понял он, пора настала, брат за брата, как всегда, добровольно по контракту род пошел он защищать. Где-то ворон черный каркнул, не к добру вздохнула мать. Мухаммед в боях прославил род Мурзаевых навек, имя доброе оставил, настоящий человек. Эти строки появились по зову сердца, когда пришла печальная весть всеми Мурзаевых. Единственный сын Мухаммед сложил свою голову в бою. Его служба в рядах Вооруженных сил России началась в августе прошлого года, когда Мухаммед втайне от семи отправился добровольцем в зону СВО. Врожденное чувство патриотизма не позволило ему остаться в стороне. О его решении родные узнали не сразу. Но никто из них не сомневался в правильном выборе сына и в его мужестве. И вот сегодня выразить соболезнование и сказать слова благодарности родителям за достойное воспитание сына пришел военный комиссар Черкесска Андрей Хвостика. С честью выполнил поставленную задачу до конца. К сожалению, от ранения скончался. Примите мои самые искренние соболезнования. Я благодарен вам за такого настоящего воина, за настоящего парня, который по зову сердца год назад убыл для прохождения службы и выполнения задачи в ходе специальной военной операции. Прошел до воинского вызывания лейтенант. К сожалению, сегодня с нами его уже нет. Не имея за плечами опыта службы в вооруженных силах, только благодаря лидерским способностям, точному стратегическому мышлению, умению принимать быстрое, но правильное решение в боевых условиях, Мухаммед Мурзаев вскоре получил звание лейтенанта и возглавил штурмовой отряд. В ходе очередного наступления командир специального подразделения «Шторм» лейтенант Мурзаев в тяжелейших боевых условиях организовал ввод личного состава в занимаемый противником опорный пункт. Этот бой для него оказался последним. Но его боевым товарищам удалось уничтожить живую силу противника и занять освобожденные позиции. Он прекрасно себя показывал как лидер, как командир. Он умел находить общий язык с командованием, и с простыми солдатами, с подчиненными. У него это хорошо получалось, поэтому таких командиров побольше бы. Это его призвание было с самого начала. Друзья и близкие отмечают, что Мухаммед был очень общительным, добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь. С экрана телефона миру улыбается красивый парень, герой нашего времени. Но есть ли горе больше, чем горе матери, потерявшей своего ребёнка? И есть ли гордость больше, чем гордость матерей за своих детей и героев? Фатима Дурова, Михаил Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия.